Поднять якорь, отдать швартовый. Мечта зовет. На Березине вновь можно прокатиться на теплоходе. Осадки улучшили ситуацию. Уровень воды повысился. Изо дня в день прибывает до 12 сантиметров. Аналогичную ситуацию метеорологи фиксируют по всей стране. Спад наблюдается лишь на Немане и Западном Буге. Температура в озерах и реках выросла до 17-25 градусов выше нуля. Между тем, ливень в Москве обновил рекорд 92-летней давности. На станции ВДНХ за 12 часов выпало почти 41,5 миллиметр осадков. Дороги превратились в реки. Машины стали в многокилометровых пробках. Люди босиком гуляли по лужам. От наводнений также пострадал Гондурас. Сильные дожди в некоторых частях страны вызвали потопы и оползни. Из-за непогоды в общине Эль-Клоринеро рухнул дом. Один человек выжил, два погибли. В Гватемале не прекращаются осадки. В Сан-Педро-Некта сошла сель и заблокировала участки дороги. Из-за стихийных бедствий пострадали более 4 тысяч граждан. Спасатели начали раздавать семьям гуманитарную помощь. На выходных по стране пройдут кратковременные дожди. В некоторых местах с ливнем и градом прогремят грозы. Восточный ветер разгонится не на шутку. Ночью и утром на землю опустится слабый туман. Атмосферное давление существенно не изменится. В субботу днем воздух в Бобруйске прогреется до плюс 30. Ночью остынет до 21 выше нуля. В воскресенье после обеда будет около 28 тепла. В темное время суток до 20.